здравствуйте дорогие друзья я мария великотная а вы меня на канале и сегодня я хочу рассказать немножечко и показать как можно сервировать просто дешево стол к празднику кстати я нахожусь магазине камни выходные дни придут гости и не нужно оформить стол я выбираю тыквочку для этого ну вот посмотрим какие из тыквочки вот там вроде как зеленая мне нужно небольшую ты кучку может быть вот такую или вот такую вот конечно круглую вот это большие тыквы вот я наверное вот твоя смогут эту тыквочку сейчас по взвешу и и так и еще яблочек надо взять сейчас яблочки возьмем я жду своих подруг и поэтому мне сервировка в общем-то рассчитана только на трех человек том достаточно узкий сервировка осенью очень проста удобно и легка и красиво основной элемент композиции акции конечно тыквы это ты кучка который сейчас продается в каждом магазине овощном почти в каждом она стоит очень мало и вот я была в магазине купила ее за 28 рублей я покажу несколько вариантов композиции но вот это первый самый тоже такой простой в центре композиции вы видите у меня еще свечи которые стоят в венке а венок сделан из лозы винограда это доступно потому что в общем то и у многих есть дачи и можно было заготовить заранее но а если нет дачи то визу венок сделать можно необязательно из лозы для венка можно использовать и веточки а дальше центр композиции и сам венок можно оформить ягодами и рябины красными которые тоже в общем то везде доступны или ягодами боярышника или ягодами калина красный быми любыми ягодами шишками каштанами фруктами яблоками грушами листьями засушенными ночью все что есть природе все сейчас доступно и можно очень красиво этим украсить к вы видите рядом светильник он два светильника даже они просто делаются я вырезала звезды из экли ленты для окон в принципе можно любую сделать и на двухсторонний скотч приклеить приклеила на простые баночки а дальше взяла золотистым спреем и опрыскала у меня получилось и такие подсвечники привязала простые веревочки и вы видите как красиво этот подсвечник начал работать предупрежу сразу что я буду сделать несколько подсвечников вам покажу которые можно сделать своими руками ну а если вернуться к нашей тыквочки тыквочка у меня поставлена не на пласт васовом таком кашпо который я немножко подсостарила сделала под старину но можно на обыкновенный горшок первый вариант взять какую-то стеклянную посуду это может быть и банка может быть вот я взяла стеклянную кружку из-под пива вниз накидать каких-то шишек и ягод и поставить свечку это первый вариант насыпала фасоль чечевицу и можно даже что-то другое но я вот хочу опять вас у нас и сюда можно установить тоже вот такой подсвечник и хотела заметить что сюда вы можете еще и зеленый горох насыпать и что-то зеленое будет еще какие-то другие цвета и вот еще можно сделать светильник вы видите я в стаканы и в бокалах положила клюкву вы можете положить любые ягоды и рябину и калину и сверху можно поставить плавающий свечку который будет освещать ваш ужин очень поднимает настроение а ту же клюкву потом можно съесть и зажгли плавающий свечи нет это еще один вариант светильников ну вы видите свечка старая уже она потеряла и цвет и ведь внешне нуждается в коррекции и мы сейчас ее будем делать более красивый для этого нам потребуется салфетки вот такая вот салфеточка мы отрезали от нее часть и вот эту часть будем сюда приклеивать и анимировать очень просто оставляем один слой 2 ненужных выбрасываем и еще сюда будем приклеивать если кто смотрел мои фильмы уже знает для тех кто не смотрел покажу еще раз нам потребуется чистая ложечка мы ее нагреваем на огне но я вот сейчас не буду нагревать на газовом огне и дальше я беру салфетку и начинаю ее вживлять еще кусочек не хватило сейчас мы еще кусочек сделаем и вот что у нас получилось и вот вы видите по такой подносик есть на котором бутылочка плетеная у меня точно такая же бутылочка есть и я могу вот посередине еще сделать эту всю композицию на таком вот деревянном подносике ну вот это первый вариант и следующий вариант я вам покажу уже экспозицию на скатерть следующей сервировку стола а и 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 ну вот несколько вариантов и напишите пожалуйста какой вариант вам понравился больше благодарю Вас за просмотр может быть вы какие-то идеи вам понравились и вы сможете притворить жизнью это было бы замечать сказка нашей жизни не зависит от внешних обстоятельств Отечество зависит только от нас самих. И мы в силах создавать сказку. И мы почему бы не устроить или интимный ужин на двоих, или вот когда гости пришли, такой вот ужин, чтобы поднять себе настроение, чтобы в этом межсезонье не так чувствовалось. Это грусть, когда краски пропали, листья облетели. Яркие краски все равно остались, они остались у нас дома. Уже гости на пороге. Одна подруга уже пришла, вторая вот сейчас уже звонит в дверь. И поскольку все они голодные, сервировка немножко изменилась. У меня уже стоят горшочки жаркоем. Обратите внимание, видите, что здесь глиняная посуда наша. И вот я очень люблю ее. Вот еще один горшочек на подставке в виде листочка деревянного. Уже скоро, скоро, скоро мы уже садимся за стол. И вот я уже слышу звонок. Обнимаю вас и желаю вам всего наилучшего. Всего самого доброго и прекрасного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok